Он считается одним из самых влиятельных серых кардиналов российской политики. По его воле в России арестовывают олигархов и министров. Он купается в просто неприличной роскоши и управляет главным ресурсом, на котором зиждется власть Путина — нефтью. Часть первая. Военный переводчик. Игорь Сечин родился в Ленинграде в 1960 году. Родители работали на металлургическом заводе и развелись, когда он ходил в школу. Сечин поступил на считавшийся блатным филфак Ленинградского госуниверситета. С пятого курса он уехал в Мозамбик переводчиком с португальского. Там в то время бушевала гражданская война, в которой Советский Союз поддерживал силы социалистической ориентации. После окончания университета Сечина вновь занесло в Африку. На этот раз военным переводчиком в Анголу, где также воевали просоветские повстанцы. В общей сложности он провел в горячих точках около четырех лет. Вернувшись из армии, Сечин попал в мэрию Санкт-Петербурга. К себе в аппарат его взял председатель комитета по внешним связям Владимир Путин. Как вспоминают знакомые будущего главы Роснефти, тот выполнял роль личного секретаря Путина. О степени близости Сечина к Путину и его семье свидетельствует история, рассказанная уже бывшей супругой президента Людмилой Путиной. В 1994 году она вместе с младшей дочерью попала в автомобильную аварию, получив перелом позвоночника. Человеком, которому она попросила позвонить и забрать дочь, был Игорь Сечин. Когда Владимир Путин переехал в Москву, Сечин последовал за ним. И в конце 1999 года занял позицию замглавы администрации, исполняющего обязанности президента Путина. Часть вторая. Сечинский спецназ. Публичная история Игоря Сечина как серого кардинала начинается с дела Юкоса. Принято думать, что Сечин воспринял планы владельца Юкоса Михаила Ходорковского продать блок-пакет компании американским инвесторам как прямую угрозу власти Путина. Однако у него был и личный интерес. После того, как основные акционеры и некоторые топ-менеджеры оказались в тюрьме, Юкос обанкротили и распродали, причем самые лакомые куски достались государственной Роснефти. В итоге Роснефть стала крупнейшей в России нефтяной компанией, а Сечин возглавил Совет директоров. В середине двухтысячных у Сечина появилась своя личная гвардия, шестая служба управления собственной безопасности ФСБ. В СМИ ее окрестили Сечинским спецназом. Самого Сечина называли не иначе как неформальным лидером группы силовиков, выходцев из спецслужб во власти и бизнесе, которых противопоставляли системным либералам. Журналистское клише о борьбе силовиков и либералов в Кремле не совсем верно описывала реальность, но Игорь Сечин действительно обрел немалый силовой ресурс. Шестая служба ФСБ запомнилась тем, что крышевала одних бизнесменов и чиновников и прессовала других, особенно тех, чьи интересы пересекались с интересами главы Роснефти. В частности, с проблемами столкнулись основатель Роснефти Михаил Гуцериев и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, перешедший дорогу Сечину. Самая громкая история такого рода связана с уголовным делом министра экономического развития Алексея Улюкаева. В ноябре 2016 года он был задержан на выезде из офиса Роснефти. Машину блокировали сотрудники ФСБ, в багажнике нашли сумку с корзинкой, которую Сечин передал Улюкаеву, а в ней пачки с деньгами. Министра обвинили в вымогательстве у Сечина взятки размером в 2 миллиона долларов. Причем взятку он якобы вымогал жестом. По словам Сечина, Улюкаев показал ему два пальца во время игры в бильярд. Деньги же нашли в корзинке с колбасой – традиционном подарке руководителя Роснефти высокопоставленным чиновникам. Улюкаев не признал себя виновным, а оглашенные в суде прослушки разговоров с Сечиным не содержали никаких доказательств вины. Тем не менее, суд приговорил Улюкаева к восьми годам строгого режима. Часть третья. Княгиня Ольга и князь Игорь. В 2016 году расследователь Роман Анин, тогда работавший в «Новой газете», нашел у жены Сечина Ольги элитную яхту под названием «Княгиня Ольга» стоимостью свыше 100 миллионов долларов. Сечин подал иск, и в октябре того же года в османный суд признал материал несоответствующим действительности. Казалось бы, история окончена. К тому же, несколько позже Сечин развелся и переименовал яхту в «Амора Вера». Однако, в апреле 2021 года в квартире Анина, к тому времени главного редактора важных историй, прошел обыск якобы по делу о вмешательстве в частную жизнь из-за той самой статьи пятилетней давности. Выяснилось, что дело было возбуждено еще в 2016-м по личному заявлению Ольги Сечиной. На этом основании силовики вели слежку за Анином несколько лет. Разработкой журналиста занималась шестая служба ФСБ – Сечинский спецназ. Независимые медиа посчитали дело о яхте лишь формальным поводом преследования Анина. А настоящей причиной – громкое расследование важных историй о дочери Путина Катерине Тихоновой и ее бывшем муже Кирилле Шамалове. Как бы то ни было, яхту Сечина постигла печальная участь. После начала полномасштабного вторжения России в Украину ее арестовали во Франции. Но вряд ли такая потеря повлияла на роскошный образ жизни Сечина. Он никогда не раскрывал размер собственных заработков, хотя стоит во главе госкорпорации. Владимир Владимирович, какая годовая зарплата у Игоря Ивановича Сечина? Спасибо вам огромное. Значит, зарплату Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю, даже не считаю. А вот, что, как говорится, у Сечина, честно говоря, не знаю. Когда журнал «Форбс» написал, что его ежегодный доход составляет 50 миллионов долларов, Сечин подал в суд и добился опровержения. Сечин обратился в суд и после выхода скандального расследования в газете «Ведомости» о доме и участке земли в Барвихе. Ему удалось выиграть и этот процесс. Журналистов обязали уничтожить оставшиеся в распоряжении редакции экземпляры печатного номера газеты со статьей и удалить материал с сайта. В 2018 году «The Insider» обнаружил в собственности Сечина роскошную пятиэтажную квартиру в самом центре Москвы. Если бы апартаментам давали имена, то эти можно было бы смело назвать «Князь Игорь». В них, помимо всего прочего, поместились хамам, кинотеатр, бассейн и целая винная комната. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил на вопрос о происхождении этого имущества в своей излюбленной манере. Часть 4. Настоящий Игорь Иванович В кругах высшей номенклатуры за Игорем Сечиным закрепилось прозвище «Настоящий Игорь Иванович». Настоящий, потому что долгое время Сечин работал бок о бок с еще одним Игорем Ивановичем – Шуваловым. Но тот пользовался репутацией системного либерала и не имел таких связей в силовых структурах, как Сечин, поэтому и считался ненастоящим. Уже после начала войны против Украины выяснилось, что Сечин не только настоящий Игорь Иванович, но и настоящий миллионер. Вопреки всем решениям российских судов, американский «Форбс» оценил состояние Сечина как минимум в 800 миллионов долларов. Правда, по крайней мере, часть этого состояния находится под арестом. Помимо яхты «Амора Вера», в Европе арестовали еще одну связанную с Сечином суперяхту «Кресент». Возможно, поэтому в разгар войны против Украины и на фоне беспрецедентных санкций, наложенных на страну, Игорь Сечин думает о том, как поправить финансовое положение своей компании «Руснефть» путем монополизации всего нефтяного экспорта из России. Тем не менее, Сечин сохраняет статус ближайшего соратника президента России. А знаком особого доверия служит участие «Роснефти» в финансировании проектов дочери Путина Марии Воронцовой. Эпилог Игорь Сечин – выдающийся пример карьерного успеха в путинской России. Филолог-романист, носивший за Путиным портфель, добился почти неограниченного влияния. Контроль за нефтяной трубой он конвертировал во дворцы и яхты, а силовой ресурс тратил на сведение личных счетов. Но пока Владимир Путин остается у власти, положению Сечина ничего не угрожает. Продолжение следует...